Думаю, можем начинать. Здравствуйте, добрый вечер, рада приветствовать вас на вебинаре дистанционной программы бакалавриата компьютерной науки и анализ данных Высшей школы экономики. И прежде чем мы приступим непосредственно к вебинару, я передам слово коллегам. Хотела сказать оргмоменты, осветить. Во-первых, запись данного вебинара будет выложена на нашем сайте также буквально через несколько дней. Если у вас будут возникать по ходу данной презентации вопросы именно по поступлению на программу, вы пишите. Однако сегодняшний вебинар не посвящен именно вопросам поступления, подачи документов. У нас по этому направлению будет отдельный вебинар в это воскресенье. Если хотите непосредственно о программе узнать, для кого эта программа, как поступать и так далее, то приходите на вебинар, который у нас придет в воскресенье 23 числа. Вот. А если у вас будут вопросы возникать по тематике, которую сегодня коллеги затронуты и по части презентации, которую расскажут коллеги, пожалуйста, пишите свои вопросы в блоке «Вопросы и ответы». Тут в Zoom есть еще отдельный чат, но для нас будет намного удобнее, если вы будете задавать вопросы именно в форме «Вопросы и ответы», так нам легче отслеживать все вопросы, чтобы мы ничего не упустили. И, наверное, на этом у меня все. Передаю слово академическому руководителю программы программы Дмитрия Трушина. Дим. Да, всем привет. Зовут меня Дима. Так получилось, что я академический руководитель нового программы. Значит, давайте я немножко расскажу о том, что сегодня будет происходить. Значит, ну вот мы уже стартовали серию таких рассказов о том, вообще, кем можно быть после ФКН. И на предыдущем вебинаре мы рассказали о таком научном пути, то есть, когда вы хотите заниматься после университета наукой или какой-нибудь такой, какой-то наукоемкой разработкой, каких-нибудь РНД-отделах, больших корпораций. И вот двое выпускников ФКН рассказывали о своем опыте. Сегодня мы хотим рассказать про принципиально другое направление, чем вы можете заниматься, то есть, как бы совсем другую сторону деятельности современного программиста, выпускников ФКН. Это как бы серьезные технологии, большие объемы данных. То есть, когда вот вы хотите заняться какой-то такой жестью, погрузиться в нее по самые уши. Вот в этом нам сегодня помогут Глеб Новиков и Никита Орлов. Вот я сейчас предоставляю слово Глебу. Он, значит, разработчик нижних стадий веб-поиска в Яндексе. Вот, Глеб, тебе слово. Да, привет. Я очень рад, что имею честь рассказать на вебинаре про то, чем мы занимаемся, чем на самом деле занимается очень много людей, особенно очень много выпускников ФКН. Как вы уже поняли, меня зовут Глеб. Я являюсь выпускником прикладной математики и информатики 2020 года, то есть прошлого года. Сейчас я учусь в магистратуре, работаю в, как уже было сказано, в нижних стадиях поиска Яндекса. Может быть, поподробнее расскажу попозже, что это такое. Вот, но хотелось сначала узнать у слушателей, что интереснее узнать вначале про мой карьерный путь и как можно дойти до жизни такой, или про технологии, чем мы занимаемся и так далее. Можно ответить в чате, не в коем-то. Я предлагаю тебе самому выбрать и начать рассказ с того, что тебе больше нравится. Ну ладно, давай тогда, да. Ну, учитывая, что вебинар был заглавлен карьерным путем, то давайте, наверное, начнем тогда с карьерного пути. Вот. Потому что, как показывает практика, народ на открытых дверей и на прочих таких мероприятиях не очень любит слушать технику всякую. Хотя нет, слушают, конечно, но с меньшим энтузиазмом. Вот, окей. Ну, тогда я немножко расскажу про себя. Да, я в 2016 году закончил школу, почти обычную школу в Питере. Она не была какой-то, ну, нет, ладно, она была специфичной, но это не была там ни 2.39, ни 30-ка, ни топ-школы Москвы и так далее. С ними, наверное, нельзя сравнивать. Вот, хотя она была довольно специфичной. Это была частная школа в Питере, частная весьма условно, мы там платили какие-то небольшие деньги за просто поддержание школы. И у нас была просто специфичная программа по математике, специфичная программа по английскому языку, отличающаяся от школьной в некотором роде. И очень странная и не очень сильная программа по программированию. Вот, то есть поступил я на прикладную математику-информатику чисто благодаря, ну, во-первых, благодаря тому, что программа была довольно молодая, и поступить было легче, чем сейчас. Я написал, я довольно много времени потратил на то, чтобы подготовиться к Олимпиадам, попал с помощью одной из двух Олимпиад, по которым я был диплом. Поступил на ПМИ. Таким же чудом, как поступил на ПМИ, таким же чудом оказался в Пилоте. Потому что нас там тестировали на... Ну, нас проводили тестирование на группы, когда делили. Тогда было 8 групп, сейчас, не помню, группа 12, по-моему, на ПМИ. Вот, и я сначала попал в Пилоте математики, потом попал в... Потом, так или иначе, я оказался на Пилоте, который 161 группа была. И с этого началось мое интенсивное погружение в программирование, потому что до этого я как-то не особо писал код. И вообще было тяжело. У нас было много мощных курсов от разных, в том числе, людей из Яндекса. У нас было много семинаристов из Яндекса. У нас было много всякой математики. И с математикой как-то относительно легко мы справлялись. Но с программированием было сложнее. Особенно потому, что часть из нас не так активно писали код в школе, как многие поступившие на Пилот. Вот, в Пилоте я довольно средне справлялся с программой. Но на самом деле, нет, поначалу было нормально, когда я не начал работать. Еще пока не начал работать. Когда начал работать, стало тяжелее, потому что совмещать работу с учебой было очень тяжело на втором курсе. И оценки несколько пострадали от этого. Вот. И да, самое смешное, что эта работа, она не была связана с написанием кода. Я не был программистом тогда. Ну, сначала на первом курсе я просто пошел репетиторствовать и как-то старался зарабатывать на жизнь. А после, уже на втором курсе, я пошел работать в агентство, в рекламное агентство, в котором я был фактически менеджером проектов. Да, благодаря этому я немножко пострадал в успеваемости, как я уже сказал. Но это мне не помешало потом, после того, как я побывал менеджером проектов. Я посмотрел на этот мир со стороны, ну, тяжело сказать, управленца, конечно, но со стороны менеджера проектов. Менеджер проектов есть во всех IT-проектах, будь то руководители или это просто линейный менеджер. И я нахватался какой-то информацией про то, как строится разработка, как разрабатываются продукты и так далее, ну, на малых масштабах. Вот. Потом на третьем курсе у нас начались очень интересные курсы по программированию. И я стал глубже погружаться, вообще больше писать коды. И на третьем-четвертом курсе курсы более прикладные. И поэтому мне пришла в голову мысль, почему я вообще... У меня такое интересное образование, такие интересные курсы, а я ничего из этого не использую в работе. Надо, видимо, пойти и пописать код. Вот. И, собственно, я ушел оттуда, где был проект менеджером. Пошел заранее, конечно, подготовившись. То есть я там почти месяц до этого я начал писать код на тех же проектах, внутри которых я менеджерил. Это было довольно забавным опытом. То есть там я нанимал людей, то есть нанимал фрилансеров, которые делали задачи. Но просто в какой-то момент я говорю, надо мне раскачать свои скиллы, и поэтому пойду учиться сам. Поскольку я уже год проработав с фрилансерами, зная какие-то ключевые слова, я по ним смог сориентироваться, найти нужные курсы, найти нужную информацию, сам начать писать код нормальный, более-менее, ну, хоть как так работающий и так далее. И благодаря тому, что там, ну, благодаря, во-первых, какой-то информациональной подготовке именно в ВУЗе, то есть курс алгоритмов и так далее, потом благодаря какой-то опыту работы уже в качестве проект менеджера и опыту написания какого-то кода буквально в течение месяца-двух, я смог попасть на лакансию, на младшего разработчика в одну небольшую команду, которая писала процессинг банковских платежей. То есть это был маленький банк, который обеспечивал полный цикл обработки платежей. То есть, ну, когда вы платите транзакцию в каком-нибудь магазине, там обычно стоит какой-нибудь терминал Сбербанка. Вот, у этого терминала Сбербанка, он потом идет в... У Сбербанка там есть какой-то следующий сервис, который стоит за ним, который принимает вот эти платежи, потом это все отправляется в мастер-карт визу, потом это все отправляется, потом запрос отправляется в банк, который выпустил вот эту карточку, которая вот здесь доплачивала. Это называется банкомиссионер. Карточки. И дальше, ну, и запрос идет дальше обратно, что там транзакция подтверждена, и вот это, собственно, происходит за какие-то там, за те две секунды, которые вот у вас транзакция обрабатывается на терминале. Вот, тот банк разрабатывал вообще все, то есть у них был свой терминальчик, у них была вот эта вот своя конструкция, которая там обрабатывает платежи, они общались с мастер-кардом, и они выпускали точно так же карточки, и тут тоже нужно было что-то обрабатывать. Вот, я пошел вот сюда, вот в эту область, там была небольшая команда из пяти человек, которая занималась, ну, грубо говоря, это сервисы принятия решений, то есть когда приходит транзакция, нам нужно быстро по пользователю, по карточке и так далее понять, а можем ли мы, хотим ли мы проводить эту транзакцию, или это может быть недоброжелательная транзакция, то есть это может быть снятием наличных в большом объеме для того, чтобы выплатить свою зарплату в обход налога, или это может быть, эта карточка может находиться в каком-нибудь черном списке экстренистов, или что-нибудь такое. Вот мы разрабатывали такие сервисы, которые принимают подобные решения о том, что можно или нельзя провести эту транзакцию. Вот, я там проработал не очень долго. Уже подобрался, типа, какого-то опыта, насмотрелся на то, что происходит, и благодаря, опять же, там, годичной досмотренности и тому, что у меня был довольно широкий технический кругозор, но я абсолютно не обладал никакими из этих навыков, то есть я знал что-то, я знал, как оно может работать, чисто теоретически, но никогда сам не трогал, или там трогал очень мало. Вот, я благодаря этому, после того, как я поработал еще какое-то время, получил больше опыта и пошел, ну, по простым причинам, ребята просто начали приходить в всякие вакансии на почту, я периодически стал, так сказать, находиться, беседоваться, и были ребята, которые мне просто предложили больше денег, чем платил тот банк. Вот, а банк почему-то не захотел обсуждать повышение и так далее, поэтому я ушел в одно из тех мест, которые мне предложили интересную работу. Вот. Там я ушел, это была та самая компания, которая занимается интернет-рекламой, не Яндекс, а компания называется IP on Web. Можно IP on Web. Я там прозанимался какое-то время интересным проектом для исследователей, там есть внутренняя команда исследователей, которые занимаются экспериментами с алгоритмами машинного обучения для предсказания вероятности того, что пользователь кликнет по рекламе или нет, например. Это одна из моделей машинного обучения, которая используется в рекламе. Вот они там проводили эксперименты, и такие модельки использовались в других продуктах компании. Там я точно так же поднабрался какого-то опыта. Вообще, разработка – это все про набор опыта. То есть мы там сначала мы знаем какие-то общие слова, а потом мы просто сами руками делаем и набираемся какого-то опыта. И после этого я ушел... А, после этого, да, появился... Друг меня порекомендовал в Яндексе, и после каких-то там переговоров, не очень длительных, в течение двух недель мы обсуждали, и IPNWeb мне предлагал тоже там переход в другую команду. Я в итоге пошел в Яндекс, встроился в Яндекс из IPNWeb, компанией, которая занимается рекламой, и я ушел, я попал в Яндекс в движок рекламы. Что в целом неудивительно, потому что я уже был в контексте. Возможно, движок именно это самое. Тоже был рад тому, что я был в контексте, и мне не нужно было так долго анбордить, как тех, кто вообще не представляет, что такое реклама в интернете. Хотя в Яндексе движок рекламы выглядит несколько иначе, чем во всем мире, но в общем похоже. Вот. Так я оказался в Яндексе. Это уже было, сейчас вот это вот было в курсе на, это был третий курс, тоже третий курс, вот это был уже четвертый курс, получается. Вот. На четвертом курсе я оказался в Яндексе. В прошлом году я закончил по МАИ. Сейчас я работаю в... Перешел внутри поиска. То есть движок рекламы сейчас тоже находится в поиске. Перешел внутри поиска в другую команду, которая занимается разработкой нижних... нижней стадии поиска. Это про карьерный путь. Может быть, есть какие-то вопросы, их тоже можно задавать в КНД. Может быть, у кого-то из участников вебинара есть вопросы? Пока народ пишет. Если пишет. Может, ты тогда просто расскажешь. О, кстати, вопросы привезли. Что такое невеста ли ты? Да. Ну да, в общем-то, логично. Давайте тогда я расскажу, как работает поиск вообще. Вот, по-моему, такие доклады существуют в интернете в общем виде. Я никакого рокет-сайта сейчас не расскажу. Это примерно так же выглядит поиск у Гугла. Или выглядел там несколько лет назад. Давайте сначала, давайте эволюционно попробуем развить поиск. Представим, что у нас уже есть, не будем заниматься вопросом сбора данных из интернета, то есть представим, что у нас уже есть какая-то поисковая база. Поисковая база – это, грубо говоря, какой-то там робот, который походил по интернету и скачал нам страничку из интернета. Странички из интернета – это на самом деле просто текст, которого можно искать. Поисковая база – это какие-то там… Ну, это прям большой объем данных. Это какие-нибудь… Ну, больше, чем сотни терабайт. Больше, чем сотни терабайт данных – это прям много-много-много. Жесткие диски продаются, вот на один терабайт продаются, на десять – очень редко, но тоже продаются. Сотни терабайт или даже тысячи – это гигантский объем данных, по которому нужно осуществлять быстрый поиск. Собственно, эту задачу и решает веб-поиск. Ну, конечно, когда-то поисковая база была маленькой, нам хватало… Ну, Яндексу хватало какого-то небольшого сервиса, небольшого количества машин для поиска. Вот. Как? Как вообще происходит поисковый запрос? Допустим, мы вбили в интернет, ну, мы вбили в Яндекс.Поиски какой-нибудь… Не знаю… Купить окна. Купить окна, на самом деле, это просто хороший экспериментальный запрос в рекламу. Я просто привык, что мы постоянно покупаем окна. Потому что на окна выпадает очень много рекламных объявлений. Вот. Ну, в общем, купить окна в Яндексе, в смысле, в поиске тоже можно. Предположим, что мы задали в строку поиска «Купить окна». Для начала запрос должен куда-то отправиться. Но сначала мы узнаем, мы отправляемся… Запрос отправляется на Яндекс.Ру. И кто-то… Не буду сейчас разбирать, что такое DNS и так далее. На вашем компьютере существует сервис, который знает, куда конкретно нужно отправить этот запрос. На какой конкретно… На какой конкретный сервер нужно отправить этот запрос? У всех серверов есть IP-адреса. И он отправляет на какой-то… На какой-то сервер. Вот прям. Какой-то условный компьютер. На самом деле не компьютер, а какая-то огромная такая штука из большого количества жестких дисков, материнских плат, процессоров. Она принимает на себя этот запрос. Вот потом она смотрит. Это называется балансером. Балансировщиком запросов. Потом он смотрит. У этого пользователя там какой-то есть свой ID-шник. Идентификатор. То есть, когда я залогинен в Яндекс.Поиске, точнее, когда я залогинен просто в Яндексе, у меня есть свой там Яндекс.Аккаунт. На Яндекс.Ру. Это общий аккаунт, который попадает во все запросы. У этого аккаунта есть какая-то чиселка. По этому чиселку балансировщик смотрит, куда меня отправить. Причем не только по чиселку, но еще и по региону. Допустим, это там Москва. Тогда он меня отправит в какой-нибудь московский дата-центр. И в московском дата-центре точно такой же балансировщик, еще один балансировщик, тоже посмотрит на мой идентификатор и выберет, кто следующий обработает мой запрос. То есть там стоит много-много-много серверов внутри, которые обрабатывают запросы поиска. И вот на какой-то из этих машин, допустим, на эту, попаду я со своим запросом купить окна. Но вот эта вот машинка, которая здесь отвечает, тут как-то желтым напишет. Нет, красный. Красный же логотип. Яйдекс. Вот, там стоит сервер, который пытается дальше придумать, что делать с этим запросом. То есть все, что у него есть на входе, это вот эти два слова «купить окна». Дальше в процессе запроса собирается какая-то информация обо мне и о моем запросе. То есть сейчас, наверное, буду дальше рисовать куда-нибудь вот сюда, чтобы, потому что надо много места. Мы делим поиск на так называемые верхние, средние и нижние стадии. Вот есть верхние стадии, на них что-то происходит, сейчас я объясню, что. Есть средние стадии, есть нижние стадии. Разработкой всех этих стадий занимаются разные команды. Яндекс.Поиск делают, если не тысяча человек, то точно соки. на верхних стадиях поиска. Я до конца конкретно не помню, что происходит на верхних и средних стадиях поиска, поэтому все, что сказано дальше, оно будет с поправкой на то, что я не эксперт по конкретно этим вещам. То есть оно, в принципе, примерно как-то так и происходит, но совершенно не обязательно оно ровно так происходит. На верхних стадиях поиска о моем запросе и обо мне собирается информация, которая доступна у Яндекса про меня, про мой регион, про мой возраст, про мои интересы. То есть запрос наполняется информацией? После того, как запрос наполнился информацией, то есть здесь вошел какой-то небольшой запросик такой, а здесь тот запросик уже какой-то довольно большой. после того, как запрос наполнился информацией, он отправляется дальше для поиска интернет-страниц, которые мы хотим показать в ответе пользователю на этот запрос. Этим занимаются средние стадии поиска. Называется это все стадиями, а не каким-то более простым. То есть стадии такое довольно большое слово, оно много всего в себя включает. Ровно потому, что спустя 20 лет жизни Яндекс.Поиска он стал супер большим. никто дословно не представляет, что происходит везде. То есть все, скорее всего, знают людей, которые знают, что что-то конкретно происходит на каких-то таких стадиях. И поэтому там действительно много всего происходит. Но много людей трудятся для того, чтобы все эти стадии отрабатывали очень быстро на запрос. У нас в Яндекс.Поиске это десятки тысяч запросов в секунду. И на эти десятки тысяч запросов в секунду, на каждый запрос нам нужно отвечать вот прямо вот отсюда начиная, вот уже отсюда. Мы должны, то есть запрос должен сделать полный круг вот такой вот за там меньше чем 100 миллисекунд. вот поэтому все вот здесь вот оно написано на очень высокопроизводительных языках программирования. очень серьезная инфраструктура и это все очень дорого стоит. На средних стадиях по большому счету происходит всякая координация обработки запроса. Не знаю, как это еще описать простыми словами. то есть для того, чтобы для того, чтобы дальше из нашей вот этой огромной базы данных вот из этой вот базы данных собрать информацию, нам нужно много всего знать про эту базу данных. Где лежит где лежат разные документы конкретно. что мы можем с ними делать? Нам нужно для них посчитать какие-то чиселки для того, чтобы по этим числам потом отсортировать ответ, чтобы у пользователя, ну, когда мы делаем запрос в Яндекс, нам же в ответе получаются отранжированные результаты, посортированные по какой-то условной важности для человека, который задал запрос. Это все считается индивидуально на каждом запросе, и эту координацию тоже должен обеспечивать средние стадии. Ну, то есть, средние стадии занимаются реальной координацией. Они там хранят какие-то данные, но эти данные не очень большие, для того, чтобы быстро отвечать на супер популярный запрос. в это вникать честно. За средними стадиями, собственно, средняя стадия, как я уже сказал, занимается в основном координацией, и основная нагрузка в итоге ложится на нижние стадии. На нижних стадиях и хранятся все вот эти тонны документов, которые у нас есть. Сейчас поисковая база весит петабайты, то есть это тысячи терабайтов. Конечно, на одном сервере это все не укладывается, поэтому на нижних стадиях тысячи маленьких-маленьких-маленьких серверов, которые опрашиваются все для для того, чтобы ответить на запрос поиска. То есть сначала опрашиваются, там есть несколько еще этапов запроса, сначала опрашиваются вообще все, потом опрашиваются частично не все, на нижних стадиях много-много серверов ищут среди своей маленькой порции документов самые релевантные для этого запроса. Потом с большого количества серверов отправляется это все на средний поиск и на среднем поиске из большого количества результатов он складывается в одну корзинку и выбирает из них самые лучшие ну просто там вместе с каждым документом там приезжает набор каких-то чисел чем больше число тем лучше релевантность данного документа для данного запроса и он в среднем сортирует по вот этому чиселку и отрезает хвост то есть отдает только 10 документов наверх уже вот сюда обратно для того чтобы отдать их пользователю пользователь получил это все на выдаче поиска порадовался и там кликнул на первую вторую третью ссылку в поиске потому что он благодаря им благодаря тому что эти чиселки используют супер много факторов для того чтобы понять интересен ли тебе этот запрос или нет они достаточно хорошо угадывают и поэтому большинство кликов в поиске происходит по первым трем по первым трем ссылкам из результатов вот это если сумбурно и довольно много про поиск собственно нижней стадии поиска нас несколько десятков человек мы занимаемся разработкой собственной инфраструктуры которая хранит все вот эти документы вот этой вот частью мы занимаемся иногда ходим вот сюда но в основном мы занимаемся вот этой конструкцией которые раздают много-много документов в ответ на поисковый запрос чем выше по стадиям тем больше логики то есть у нас логики по работе с документами не супер много ее меньше чем на средних стадиях и на верхних стадиях на верхних стадиях нужно собрать множество факторов на средних стадиях нужно тоже произвести много разных координаций собрать какие-то факторы а у нас все с одной стороны попроще с точки зрения логики но намного сложнее с точки зрения количества данных то как быстро мы должны отвечать на запрос и так далее вот как-то так а можешь сказать чуть более конкретно про чем ты занимался если это не секрет ну тяжело поскольку это все уже построено тяжело на пальцах рассказать какими деталями мы сейчас занимаемся то есть чтобы погружаться в детали я должен прям вот разбирать как устроены нижние стадии что в них такое лежит и так далее у нас довольно много чисто технических задач потому что нам нужно просто экономить деньги на самом деле сейчас основная часть работы на нижних стадиях она связана с экономией денег на масштабе потому что нижние стадии используют тысячи серверов в каждом или даже десятки тысяч серверов в каждом из даже центров Яндекса и ну опять не в каждом, в трех и поскольку используются десятки тысяч серверов мы постоянно ищем место для того чтобы соптимизировать стоимость использования этих серверов и если мы можем каким-то образом переложить данные как-то так чтобы сэкономить деньги чтобы избавиться от какого-то количества машин и при этом продолжать удовлетворять требованиям производительности то мы стараемся это делать вот и сейчас мы занимаемся собственно таким довольно большим проектом в рамках которого мы производим различные манипуляции с данными по большому счету ищем ресурсы и перекладываем их из одного в другое для того чтобы избавиться от какого-то количества машин и сэкономить еще денег на поиски а можешь как мне сказать тебе вот как мне пригодилось образование на ФКМ в каком-нибудь виде условно конечно вот как мне про это что-нибудь рассказать вообще я рассказывал что я вообще пошел программировать из-за того что у меня образование такое нет ну вот конкретно вот задача которая затрагивает вопрос и работает с огромными объемами данных то есть вот насколько релевантно было образование ну у нас на во-первых на первом курсе у нас был прекрасный курс по C++ потом у нас был прекрасный курс по алгоритмам и на втором курсе у нас был прекрасный курс по архитектуре компьютеров и операционным системам вот все вот эти все три курса знания со всех трех курсов ну может быть не все конечно ну там процентов 30-50 мы точно используем ну практически каждый день вот ну конечно курсы академические они все намного больше охватывают чем мы на самом деле используем то есть может быть я соврал и типа используем мы процентов 20-30 не более вот но все равно академические курсы то есть они дают знания того как выглядит индустрия что мы можем что мы можем делать что мы умеем делать и так далее это как знание там какого-то продвинутого матана и использование там только производных то есть мы знаем про кратные интегралы но при этом мы там в повседневной жизни мы часто используем в основном производные там какими-нибудь аналитиками да вот но при этом если он столкнется с каким-то суперсложным тем самым то он будет знать как подойти к этой задаче и иногда такие задачи действительно встречаются к которым нужно подходить вот прям с какой-то той крупицей знаний которые ты получил там где-то в конце первого или второго курса и это была абсолютно непопулярная тема такое тоже случается я периодически возвращаюсь прямо к записям лекций правда текущих потоков потому что у нас в прошлом году на карантине много записывалось но в общем периодически возвращаюсь там еще вопрос в КНД да я вижу такая работа никак не совмещалась с учебой сейчас я это самое все-таки закончил и сейчас такое легче совмещать с учебой со своей магистратой и в администраторе просто определение меньше на куски на третьем четвертом ну на втором курсе я сказал я пожалел что я начал работать на втором курсе несмотря на то что это мне дало каких-то знаний вот потому что у меня сильно упала успеваемость успеваемость упала не потому что я просто не делал домашнее задание а просто я потому что я недополучал знания которые мог бы получить на втором курсе вот потом это все частично догоняло на третьем-четвертом курсе вполне себе нормально совмещалось потому что как-то и нагрузка упала и самое интересное что курсы ну прикладные курсы на Хоккайне стали в унисон по темам с с моей работой и мне стало интересно заниматься и тем и тем то есть я сначала работал с утра а вечером часов с 7-8 я сидел и учился или на выходных делал домашние задания но в общем-то выходных или вечеров хватало для того чтобы делать эти домашние задания и по-моему я даже третий-четвертый курс у меня более-менее все на отлично почти все в общем оно совмещается и многие-многие совмещают начиная с третьего с четвертого курса со второго не рекомендую но сейчас на самом деле движение идет в сторону ужесточения нагрузки поэтому скорее всего можно будет совмещать на четвертом курсе но уже не на третьем вот но на самом деле мы стараемся давать ну я веду еще пару на ПМИ и то что мы ужесточаем нагрузку на третьем курсе это не значит что это хуже на самом деле мы стараемся давать много прикладных знаний которые впоследствии помогут точно так же найти работу ну то есть то что то что вы не будете работать на третьем курсе из-за того что у вас была большая нагрузка в ВУЗе вы не потеряете от этого опыта работы скажем так потому что на третьем курсе будут скажем курсы которые на которых проходят такие темы которые многие опытные разработчики не сразу затрагивают затрагивают не через год не через два не через три бывает вот и поэтому у нас очень много народу там кто пошел работать на четвертом курсе например они приходят в компанию и их сразу берут на средние позиции то есть не на самый младший как младшим разработчикам их можно прям сразу брать на средние позиции потому что они уже много с чем знакомы они делали там свои курсовые проекты они делали там проекты на этих самых на предметах весьма прикладные и они имеют вполне конкретный опыт прям такой же как индустрия просто потому что мы стараемся делать курсы прикладными а не академическими как это больше делается там на первом-втором курсе на первом-втором курсе ты действительно не понимаешь как применить эти знания в жизни а вот то что ты делаешь на третьем курсе ты уже понимаешь я приду и решу эту задачу вот такими-то средствами и совершенно спокойно человек проходит собеседование и устраивается работать честно говоря потому что у него были такие курсы и он посвятил им так может быть еще у кого-нибудь есть вопросы к Глебу видимо нет ну тогда а мне нужно будет бежать ну раз тогда Глебу вопрос нет Глеб спасибо тебе огромное что рассказал вот пожалуйста я был рад я думаю что сейчас самое время переключиться к другому докладчику значит второй докладчик это Никита Орлов он дата инженер в Авито вот он тоже причастен к этому миру больших данных и огромное количество специфических технологий вот Никит расскажи нам пожалуйста о том безобразии которым ты занимаешься ой да я занимаюсь некоторым количеством безобразия это правда но надеюсь что хотя бы будет понятно то что я делаю для того чтобы кушать хлеб иногда даже с маслом так я хочу попробовать все-таки показать свой экран как-нибудь вау и он показан это я считаю прекрасно окей да меня зовут Никита я работаю в компании Авито все наверное знают этот прекрасный разноцветный сайтик на котором можно купить все что угодно от автомобиля и квартиры до той самой запонки которую вы видели на так сказать платьишке одной своей знакомой на Авито можно купить реально все что угодно это самый большой сайт объявлений в России по объему пользователей по объему объявлений и по месячной активности в целом пользователей я расскажу о том как я дошел до жизни такой и как я стал дата инженером когда мало кто вообще с моего потока в целом связал свою жизнь с данными для начала давайте вот тут я всегда кажется это вот так пишется по-английски надеюсь что я не ошибся итак давайте для начала я вам расскажу что такое дата инженер какие у него обязанности какие функции и вообще как это все соотносится с Авито и с тем чем я занимаюсь и как я до этого дошел на самом деле у дата инженера всего лишь одна главная задача это сделать так чтобы данные были доступны Data Availability насколько я могу это правильно прочитать что такое доступные данные это значит что есть что все данные на которых должна строиться аналитика компании должны быть доступны доступны для анализа для просмотра для обработки и для того чтобы пытаться принимать решения на основе этих данных есть также еще несколько обязанностей которые уже являются более-менее такими производными скорее то есть они более-менее дополнительные обязанности одна из них это коммуникация коммуникация здесь имеется в виду с коллегами из других подразделений которые дают эти самые данные то есть мало того что нужно их хранить и давать к ним доступ нужно еще их забирать у своих коллег для этого нужно коммуницировать и очень много и очень важно чтобы дата инженер умел договариваться и умел просто говорить с другими людьми почему я вот так выделил просто потому что в моей личной практике вот сколько я уже работаю достаточно часто задачи становились гораздо проще и легче если ты просто хорошо и нормально коммуницируешь со своими коллегами особенно если они поддерживают платформу доставки сообщений есть еще несколько но наверное я вот тут остановлюсь как раз две такие инженерные и такие очень разные но при этом очень совмещенные истории одна техническая другая немножечко soft soft skill soft skill мой карьерный путь до авито был на самом деле очень простым и очень понятным хотя я понимаю сейчас что когда я по этому пути шел я ничего не понимал что я хочу зачем я хочу и как моя жизнь вообще повернется я в 2020 году выпустился из вуза СОПМИ как это сделал предыдущий докладчик то есть Глеб при этом уже в 2018 я работал в Яндексе в 2019 я работал в Mail.ru и вот в 2020 я перешел в Авито моя прогрессия была очень такой постепенной когда я приходил в Яндекс я не знал чем я хочу заниматься от слова совсем я шел работать просто потому что мне нужны были деньги мне нужно было нарабатывать опыт тут я уже был на третьем курсе и я понимал что все уже пора Яндекс я попал в отдел в котором мне пришлось заниматься много с обработкой и передачей данных из систем Яндекса и в систему Яндекса то есть я бы наверное охарактеризовал свою работу не знаю условно данные просто потому что мне нужно было реально очень много данных туда очень много данных обратно и просто делать так чтобы это все было более-менее правильно в mail.ru я тоже попал на проект на котором мне нужно было брать данные которые нам присылают другие отделы и строить на них отчеты я писал код который загружает загружает данные и я писал код который эти данные кладет в маленькое хранилище которое мы сами подняли по пути делая трансформацию данных мы немножечко чистили их избавлялись от плохих данных данных которые могут ввести в заблуждение людей которыми базой данных пользуются и получилась такая вот небольшая система я специально написал именно такими английскими словами потому что если подчеркнуть первые буквы то получится аббревиатура ETL Extract Transform Load это аббревиатура которая является основной аббревиатурой в жизни больших корпоративных хранилищ данных это парадигма которая рассказывает че которая предлагает некоторый унифицированный способ пайплайна данных данные приходят из внешней системы например из интернета приходят сначала в стадию Extract в которой эти данные реально вытаскиваются из внешней системы затем эти данные трансформируются удаляются дубли удаляются посты значения приводятся значения к одному единому формату и всякое такое прочее и дальше они уже сохраняются в хранилище уже загружаются в такое место в котором целевые пользователи хранилища могут с ним работать самое забавное что когда я работал в mail.ru я не думал и не знал о том что есть такая штука я просто действовал логически что вот мне нужно данные загрузить обработать сохранить я попал в авито в двадцатом году и там я уже познакомился с тем как хранилища на самом деле устроены если они следуют вот такой парадигме я понял что у меня получилась очень интересная релевантная такая история что я сначала пошел в яндекс не знаю чем я хочу заниматься и в итоге загружал туда-сюда данные при этом по-разному их обрабатывал писал на разных языках и у меня получилось набрать опыт в очень большом количестве узких направлений в разработке в мыле я уже сам того не зная начинал писать ETL процессы и придя в авито я уже пришел к вот этой мысли что все я дата инженер я человек который умеет делать эти стадии обработки данных он умеет строить хранилище делать так чтобы они работали и прочее 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 почему дата инженер это очень хороший вопрос и этот вопрос на самом деле ответ на этот вопрос очень прост дата инженер находится на стыке разных направлений в компьютер сайенс у нас есть машинное обучение например в машинном обучении очень большой раздел уходит на обработку данных то есть вы когда пытаетесь обучать машины вы сначала пытаетесь очистить данные чтобы машины хорошо обучились у вас есть противопоставление к ML распределенные системы distributed systems в них вы учитесь делать так чтобы машины работали сообща по сети и чтобы их было много то есть много машин делают одну вещь для которой они предназначены и здесь вам нужно думать о том как брать ваше приложение как делать так чтобы оно работало прям на большом количестве машин чтобы они все делали то что вы хотите дальше у вас есть прикладное такое прикладное программирование когда вы пишете всякие программки упрощающие жизнь давайте я напишу я вот сюда прикладное программирование то есть вы не пишете там какой-нибудь то есть в прикладном программировании вы пишете какую-то утилиту какую-то маленькую программку которая просто делает одну нужную вещь и с ней дальше ваши коллеги идут работать и вот дата инженер он находится на таком условном пересечении трех дисциплин наверное можно придумать еще но моя машина по производству аналогии в этот момент уже закончилась что я хочу этим сказать что если вы пытаетесь понять куда вам идти то и при этом вы не знаете что вы конкретно хотите то рассмотрите дата инженера на самом деле интересная история когда вам нужно обрабатывать где-то 10 миллионов событий в минуту и при этом делать это быстро и просто для быстро и просто просто в смысле что человек новый который приходит в команду должен быстро разобраться в том как это быстро обрабатывается а потом еще вам нужно вот эти все события 10 миллионов в минуту положить в хранилище а потом пустить туда людей пользователей аналитиков в количестве около 300 штук и сделать так чтобы эти наши горячо любимые аналитики немножко били наше хранилище чтобы оно жило и процветало вопросы у кого-нибудь если есть то можно их задать во секцию ты изучал или может в своей работе какие-то такие вещи я могу тут сказать только то что вместе с Глебом у нас получилось что FKN очень много дал на программе работают на большом количестве серверов и получилось что почти весь опыт который я получил на FKN оказался релевантным а потом я просто пошел в индустрию и начал в уже самой индустрии работать набираться опыта и делать так что все было все было хорошо наверное как-то так можешь что-нибудь про авито еще рассказать чем непосредственно сейчас занимаешься вот я сейчас непосредственно моя задача является взять и переделать библиотеку код который эти стадии и производят потому что код старой библиотеки уже ему 7 лет в него только вносились изменения он уже устарел в нем нету тестов и мы приняли волевое решение взять выделить целого меня и кинуть как пушечное мясо переписывать вот этот фреймворк сейчас то есть ты должен архитектуру все переделать ну нет архитектура останется та же нужно просто нормальный код написать то есть внутри кода архитектура поменяется но архитектура самого не буду рассказывать это лекция на 40 минут еще где-то вот наверное как-то так так хорошо тогда у меня еще вопросы к нашим слушателям может быть вы хотите сейчас что-нибудь спросить у нас еще пока Никита не оставил нас ну хорошо тогда Никит спасибо тебе огромное за то что рассказал вот так тогда я сейчас возьму финальное слово вот опять я я не мог лишить вас возможности меня пронаблюдать под конец да ребят смотрите значит ну вот сегодня мы поговорили о том чем можно заниматься после ФКН насколько вообще обучение на ФКН не пригодилось значит ребят попытались рассказывать про направления которые затрагивают ну я бы сказал так невысокую науку где надо писать какие-то статьи а вот такую серьезную техническую работу где тем не менее также пригождается огромное количество знаний которые просто так вот не получишь вот это знание которое требует от вас такой серьезной работы засучив рукава с огромным количеством компьютеров железа значит технологий и всего остального вот если вам интересно как бы другая сторона того что стоит ожидать от ФКН и если вы еще не видели записи нашего другого семинара посвященного наукоемкой разработке и научному пути то пожалуйста ссылки все ссылки на наши записи доступны на странице программы вы можете посмотреть если пропустили вот а сейчас если у слушателей больше нет к нам вопросов то может мне в тему хотелось бы узнать ваше мнение о ПАД мучаемся с выбором с выбором между чем и чем я могу рассказать в целом про программы но если вы подскажете что именно вы хотели бы узнать с чем именно сравнить ПАД то я смогу ответить более а ПМ и ПАД смотрите значит ну давайте я тогда в целом сейчас опишу как бы программы которые у нас есть значит вот из кампусных программ у нас есть ПМ и ПИ и ПАД и вот сейчас как бы это мероприятие в рамках значит новой программы КНАД которая будет дистанционная и не проходит вживую в кампусе значит теперь вот как можно объединить эти программы между собой вот ПМ и ПИ и наша программа КНАД они больше про программирование значит и при этом ПМ она больше про исследование а ПИ больше про технологии а КНАД это такая смесь ПИ и ПМ но вот эти как бы три программы больше вот в эту сторону а программа ПАД у нее другой уклон она больше про экономику я очень сильно упрощаю но вот как бы если вот прям надо упростить максимально чтобы сказать вот ключевая какая изюминка у каждой программы то вот ПАД это больше про экономику кроме того надо не забывать что ПАД это программа двух дипломов значит в ней вы получаете образование не только у нас но и там у ВУЗа партнера из Великобритании я честно наизусть не помню конкретное название ВУЗа значит но там вам будут преподавать специалисты из Лондона в том числе и все преподавание на ПАД ведется на английском вот это надо и поэтому самая главная принципиальная разница между ПАИМЫ и ПАД она в том что ПАИМЫ это про программирование причем про такое программирование наукоемкое с большим количеством математики и серьезными абстракциями а вот ПАД это больше про экономику то есть там также есть математика но они сосредоточены больше на уклоне в экономику это вот если совсем я значит да окей все я вижу вопрос да вопрос про то что значит как уровень студентов значит на ПАД и на ПАИМ ну я так понимаю сравниваю хочу сравнить его с ПАИМЫ и другими программами и смотрите ну во-первых я не только алгебрию преподаю я много в каких-то контрольных мероприятиях участвовал на разных программах если вы хотите знать по поводу уровня студентов то тут все очень просто определяется смотрите значит там как бы вот вообще умных людей как бы не сильно много способных людей тоже не сильно много вот и у них там есть некоторое такое распределение как способные толковые талантливые люди выглядят теперь смотрите чтобы понять сколько ну и как бы вот ФКН это такое место куда вообще приходят сильные толковые ребята значит ну вот это много за счет чего происходит там и за счет имени и какого-то опыта и как бы есть какие-то и льготы в том числе вот но есть как бы отрезающие факторы то есть смотрите если вы супер толковый но у вас там нет какой-то суммы денег в год вы просто не можете пойти на платную программу особенность программы ПАД в том что она платная и значит скидочных мест которые предоставляли бы вам возможность учиться если у вас нет денег их очень мало поэтому чисто из технических соображений самые сильные ребята которые там скажем олимпиадники выигравшие там сероса межнары или значит аналог сероса там где-нибудь в Беларуси они все-таки скорее всего придут на ПМИ поэтому в целом коллектив на ПМИ значит он сильнее за счет вот этих ребят олимпиадников ну и плюс на ПМИ людей больше то есть там порядка 300 человек там 270 приблизительно вот мы набирали в последний год на ПМИ вот и там есть и деление на разные потоки по уровню сложности программ то есть в целом и за счет того что народу берется больше значит предоставляется больше бюджетных мест туда и приходят как бы более разнообразные люди более сильные вот значит как бы это что касается первого ограничения что касается второго ограничения значит посмотрите ПАД программа достаточно молодая и любая молодая программа она вот чем страдает в первые годы про нее мало знают И на нее еще приходят, очень часто приходят случайные люди. Люди, которые, например, не готовы к такому образованию или люди, которые, например, могли бы пойти на более сильную программу по тому направлению, которое их интересует, а вот они пошли сюда, потому что им захотелось. Есть очень разные факторы, случайные, и очень сложно судить о том, как именно меняется уровень студентов. И обычно первый год всегда сильно слабее, чем хотелось бы. Жизнь так устроена на любой программе. И вот если посмотреть на то, как развивался ПАК, то, значит, я думаю, года со второго, с третьего уровень студентов сильно вырос по сравнению с самым первым. И я думаю, что, как сказать, если не брать олимпиадников и людей с какой-то очень мощной базовой подготовкой, то более-менее уровень одинаковый. Есть какие-то свои особенности, которые можно обсуждать по поводу того, какие там студенты на ПАДе, какие на ПМИ. Я думаю, что, наверное, основная, которую я бы хотел отметить. Вот на бесплатные программы приходят часто дети из бедных семей, но которые жутко мотивированы. То есть они готовы там, не знаю, пасть порвать каждому, лишь бы стать успешным. И вот они готовы ночами сидеть и грызть гранит в науке во что бы то ни стало, неважно, какие у них способности, какие у них там стартовые данные, какие у них возможности. И вот, наверное, вот именно этого немножко не хватает на ПАД. То есть вот это, если вот говорить про уровень студентов, то вот это, наверное, самая большая разница между вот людьми, которые приходят на ПАД и на ПМИ. Вот. Но самые сильные, конечно же, они придут на бесплатные программы вроде ПМИ или ПАИ. На ПАИ, кстати, тоже много олимпиадников. Вот. И за счет олимпиадников коллектив получается сильнее чисто по техническим причинам. А единственное вот, что хотел сказать, что если все-таки сравнить программы, надо еще вот какую вещь затронуть. Важно не только, как бы, какие студенты. Важно понимать, еще кто преподает. А преподавательский состав по всем программам у нас более-менее общий. Ну, вот я, например, преподаю там на ПМИ и на ПАДе. Вот. Хотя уклоны у этих программ абсолютно разные. А сам я, в принципе, по своему образованию математикой занимался наукой долгое время. Поэтому я хочу сказать, что вот, как бы, люди, которые преподают, это более-менее один и тот же костяк, который у нас есть на ФКН. И в него входят как люди из индустрии, так и, как бы, преподаватели и ученые самого ФКН. Поэтому, как бы, вот в плане того, как бы, насколько качественно преподается материал, он, как бы, по уровню качества между программами разницы нет. А как вам кажется, то, что вы читаете на английском, не на английском, это не усложняет восприятие фундаментальных курсов математики? Смотрите, это вопрос языкового барьера. Значит, читается курс на английском или не на английском? Это еще одна причина, кстати, почему ПАД по составу студентов очень сильно отличается от ПМИ. Давайте я сейчас на два вопроса отвечу. Сначала я хочу вот какую вещь прокомментировать, важную. Что вот ПАД, действительно, это единственная программа, которая читается целиком на английском языке. Теперь представьте, сколько детей у нас в России после 11 класса свободно говорят на английском, так что они способны получить образование в ВУЗе в течение четырех лет на английском языке. Скажу честно, я был не способен после 11 класса учиться в ВУЗе на английском языке. И много детей, которые, ну как бы толковых и умных, не способны учиться на английском языке просто потому, что у нас так страна устроена, вот мы не говорим мы на английском после школы. Хотели бы, но вот не говорим. И очень часто проблема даже не в том, что у нас плохо в школах преподают английский, а в том, что люди не понимают, зачем им учить английский. И как бы к концу школы, ну так, спустя рукава, закрыв глаза, что-то там получили, какие-то по английскому оценки, часто даже пятерки. Но, тем не менее, на английском люди не говорят. И это создает еще один барьер для попадания на ПАД. А чтение на английском или не на английском, ну я так скажу. Я три года занимался наукой за рубежом. Я общался на английском. Английский язык – это был единственный язык, на котором я мог общаться с коллегами. Я писал всю свою жизнь статьи на английском. Вот я всю свою жизнь читаю литературу на английском, в том числе, ну, все статьи, потому что написаны на английском. Это хорошо, что мне сейчас не приходится читать на французском, немецком и итальянском. Вот, например, мой научный руководитель был обрадован в аспирантуре тем, что ему пришлось на итальянском вообще читать статьи, потому что в те времена было не принято писать все на английском. В принципе, английский язык – это сейчас стандарт де-факто для общения в мире высоких технологий, будь то математика или компьютер-сайенс. То есть вся документация к компьютерным системам, она целиком и полностью на английском. Вот, поэтому тут лично для меня никакой проблемы нет чтения курса на английском. То есть, да, я не носитель языка, я могу делать ошибки, мой акцент отвратителен и ужасен. Но, кстати, если что, все наши записи, занятия, они выложены в открытом доступе, вы можете послушать, как я веду на английском занятии, и можете сравнить русскоязычные занятия по алгебре на ПМС с англоязычными занятиями на ПАЗе. Я и там, и там веду алгебру. Кстати, Хатун, можешь ссылку кинуть, пожалуйста? Сейчас попробую найти, да. То есть, если вы хотите вообще понять, как будет выглядеть преподавание онлайн, или как на новой программе, или как она… А, уже все слушали, да? Окей, хорошо, я понял. Но, я думаю, все равно может стоит кинуть, если кто-то не слышал. То есть, у нас есть канал на YouTube «Фокаян-дистанционное образование», где можно, в принципе, посмотреть, как мы ведем занятия, что из себя представляют эти занятия, чего от нас ожидать, и вообще, как все это происходит. Вот. Да, я что-то как-то немножко затянул с ответом, но вопросы такие, которые, как сказать, легко… Знаете, вот на вопрос, а вот как вообще студенты, да, сказать, а там все тупые, а тут все умные, вот идите туда. Очень легко. Вот, казалось бы, что проще вот дать такой ответ? Проблема в том, что жизнь, она так не устроена, поэтому, когда начинаешь отвечать, приходится как бы затрагивать кучу всяких вещей, которые объясняют, что вопрос немножко сложнее, чем он устроен. И тут важно больше вот что. Вы смотрите, вот есть… Самая главная вещь вот в таком образовании серьезном, АФКН – это все-таки вопрос серьезного образования. Это не так, что вот вы посидели 4 года и вам дали бумажку. Таких вузов у нас в стране достаточно. Можно вон по объявлениям набирать. Вот. А если вот действительно ходить заниматься чем-то тяжелым, первое, что вопрос, которым вы должны задаться – от чего вы хотите? Потому что если вам не нравится то, чем вы будете заниматься, то вы, ну как сказать, вы, может быть, даже на морально-волевых выдержите и закончите, но закончив вуз, вы не сможете смотреть в сторону всей этой деятельности, и вот вы будете суперкрутым специалистом, который вам будет тошнить от того, чему вы научились. И вы не сможете этим заниматься в жизни и не захотите. Вот зачем это нужно? Поэтому очень важно выбрать именно то, чем вы хотите заниматься. и из этих соображений выбирать то, куда идти учиться. Вот. Понятно, что есть второй лимитирующий фактор – это как бы деньги. И это, к сожалению, печальный фактор. Значит, если у вас есть возможности как бы в плане ваших способностей и желания, но нет финансовых возможностей, то это как бы грустно. Но вот FUTEN в этом плане на программах PMA и PIP позволяет практически всем, у кого есть желание и способности учиться. Вот. А что касается платных программ, даже в рамках платных программ, вот PAD и KNAD предусмотрено, правда, небольшое количество разных скидок, вот, но там как бы с этим сложнее. Тем не менее, ну вот я говорю, самое важное – это вот именно понять, чего вы хотите. И как только вы это поймете, выбор для вас будет очевиден. То есть про себя могу честно сказать. Я точно понимал, что я хочу заниматься только математикой и ничем больше. И вот когда я выбирал ВУЗ, я знал, что вот есть такой мехмат МГУ. И вот я понимал, что вот только туда, потому что там будет только математика и ничего кроме математики. И вот я вот пять лет учился только математике. И вот там разные математики обмазывался со всех сторон. И это было круто. Это было тяжело, но из-за того, что это мне нравилось, это было здорово. Я закончил, и мне нравится то, чем я занимаюсь. И я смог стать хорошим специалистом. И если вы хотите знания получить не просто так, а для того, чтобы они вам были полезны и стать успешным, то надо заниматься тем, что вам нравится. Это важнее намного. Может быть, еще какие-нибудь вопросы остались у слушателей? Я пока продублировала, направила в чате ссылку на видео на YouTube, а также по ходу Дима твоего выступления и твоей речи добавила еще несколько ссылок. Это вот на 19-х зерей на регистрацию, который 23 мая в 11 по московскому времени состоится. И ты еще упоминал записи мероприятий. Тоже вот ссылка в чате, где можно посмотреть записи наших прошлых мероприятий. Да, отлично. Вот. А, кстати, там моя лекция демонстрационная, она, наверное, у нас там не висит, да, нигде в ссылках на сайте. Вот ее можно, наверное, разместить тоже в записях мероприятий. То есть, мало ли, я думаю, тоже будет. В процессе, вот, наверное, до конца запрошено, не появится, да. Окей, не проблема. Если у вас еще какие-то вопросы, на все вопросы, я смотрю, ответили, те, что были. Да, я тоже смотрю, что вроде как вопросов больше нет, тогда... Если вдруг они появятся, то вот я сейчас продублирую, напишу почту, комп.ds.hc.ru. Можете написать нам на этот адрес, мы будем рады ответить на все ваши вопросы. И, наверное, пора прощаться тогда на сегодня. Сейчас, погоди, единственное, что я на всякий случай уточнить, мы ссылки кинули только панелистам или всем участникам, так, чтобы сейчас не оказалось, что в чате... А, у меня написано, что участники группы. Можете, пожалуйста, написать плюсик в чате, чтобы мы не сделали глупость. Это-то хорошо сейчас заметил, да. Я сам делал подобную ошибку. Что-то все сегодня скромные. Видимо, давай тогда продублируем. А, вот. В вопросах ответов нет, а вот именно в чате я скидываю. Я думаю, что, скорее всего, нет. Скорее всего... Не видят. Надо вот так вот сделать. Сейчас я сделаю. Вот так вот. Это ссылки на записи мероприятий. Да. И еще... Да. Вот так вот, ребят. Спасибо, да. И почта тогда. Что должно появиться. Да, то есть, значит, вот первая ссылка, это записи наших предыдущих мероприятий, значит, где можно послушать и про ребят, которые пошли по научному пути, и про наши Дни открытых дверей, и про какие-то другие вещи, которые мы проводили. Вот. Значит, чуть ниже информация, это Дни открытых дверей, которые будут вот в воскресенье. Потом далее это ссылка на YouTube, где вы можете посмотреть, как, в общем, мы в карантин вели занятия. Если вдруг кто-то заинтересован в онлайн-программе и хочет понять, как у нас удаленно проходят занятия, вот можно посмотреть там. Ну и, конечно же, наш e-mail, если у вас будет любой вопрос, пишите туда, мы отвечаем. Так. Ну что? Тогда, видимо, если вопросов больше нет, тогда всем огромное спасибо, что вы пришли. Надеюсь, что было интересно, полезно уж не знаю. Это как получится. Вот. Тогда, ребят, приходите к нам. Надеюсь, у нас тоже вам понравится. Вот. Неважно, куда. Вообще, на FKN. Хоть на нашу программу, хоть на любую другую. Тут хорошо. На позитивной этой ноте и завершим. Да, наш вебинар. Всем большое спасибо, что просоединились. До свидания. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok